Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы начинаем разговор про последнюю главу книги Дворим, последнюю главу Торы, главу Везот Абраха. И вот благословение. И вот благословение, которым благословил Маше, муж Элогим, сынов Исраэля перед смертью его. Фраза, в общем, предельно понятная, да? Мы помним, как, скажем, Ицхак благословлял своих детей, как Яков благословлял своих детей. Вполне естественно, что Маше перед смертью благословляет сынов Исраэля. Но есть в этой фразе некоторые особенности. Особенность номер один. Мы помним из предыдущих разделов и, собственно, конец раздела Аазину, там, где Всевышний говорит Маше, потому что напротив увидишь страну, а туда не придешь, в страну, которую я даю сынам Исраэля. И мы говорили о том, что я даю страну сынам Исраэля, но не тебе, потому что, ну и так далее, мы с вами это неоднократно обсуждали, увод Миривы, увод Раздора. Маше нарушил указания Всевышнего из-за сынов Исраэля, из-за упрямства, из-за нетерпения сынов Исраэля. Маше лишается возможности войти в землю Исраэля, к которой все шли 40 лет, да, от момента исхода. Так вот, Маше наказан из-за сынов Исраэля. Но, несмотря на это, он благословляет сыновей Исраэля. То есть он не держит в душе на них каких-то злых чувств. Вот там я из-за вас пострадал, вы сейчас перейдете Иордан и войдете в землю, текущую молоком и медом, а мне это запрещено, ах, какие вы нехорошие. Нет. Вот сейчас, перед смертью, Маше благословляет сынов Исраэля. Это первое. Второе. Неоднократно в комментариях Маше назван скромнейшим из людей. И вообще говоря, скажем, своего любимого ученика Иошуа или Ошеа, мы уже обсуждали эту историю с именами, Маше не благословлял, никогда посылал на разведку, никогда передавал ему полномочия липецтва. И говорят комментаторы, что Маше все время думал про себя так. А кто я такой, чтобы благословлять сынов Исраэля? Нет, понятно, когда благословения исходят от Всевышнего. Но я-то простой человек. Кто же я такой, чтобы благословлять представителей народа, который является выделенным народом, народом дворца. Так вот, Маше, Раше, комментируя этот посуд, говорит, что слова перед смертью его надо переводить так, находясь рядом со смертью. Мы с вами уже по разным поводам обсуждали, что, скажем, в еврейской традиции не принято праздновать день рождения человека, да? Принято праздновать день смерти, отмечать день смерти. Почему? Потому что только, значит, в том, что человек родился, его личной заслуги никакой особенной нет, да? Это заслуга его родителей, что он родился, появился на свет, получил возможность жить, развиваться, существовать. А вот когда человек умирает, то здесь уже всем окружающим, всем его современникам и всем его потомкам становится понятна его роль в мире, да? Чего он достиг за свою жизнь, чем он прославлен, в чем он молодец, а где его ошибки, в чем он не молодец. Так вот, говорят, что день смерти праведника предопределен. Предопределен тем, что к этому моменту праведник полностью выполняет ту задачу, ради которой Всевышний послал его душу в этот мир. И тем более, такой праведник, как Маше Рабейну, то расскажет про него, что и не вставал в Израиле другой такой пророк, как Маше. И говорили, что от Маше и до Маше не было другого такого Маше. Имелось в виду от Маше Рабейну до Маше, автора Лурианской Торы. Так вот, праведник Маше полностью выполнил свою жизненную задачу. И поэтому, вот именно сейчас, находясь рядом со смертью, в момент выполнения всей задачи своей, Маше получает новое имя, раньше его так не называли, он называется Муш-Элогим. То есть, это не просто праведник, это лидер Израиля, который полностью ассоциирует себя с желанием Маше-Элогим-Израиля. Это звание Маше заслуживает у Всевышнего. Он достигает самого высокого уровня, который только способен достичь человек. Он муж-Элогим, и поэтому только в этот момент он получает право и получает возможность благословить сынов Израиля. Мы с вами говорили, что две последних главы, глава Аазину и глава Зот-Абраха, глава Аазину раскрывает значение Торы подробно, а глава Зот-Абраха раскрывает значение народа Израиля. И следующая Зот-Абраха книга Йошуа раскрывает значение земли Израиля. Книга Йошуа посвящена завоеванию земли Израиля. Так вот, Торы Израиля, народ Израиля, земля Израиля. Вот это три единства реализации Торы на земле. Реализовать ее может только народ, готовый к этому, и реализовать ее может не обыгде, а только на земле, предназначенной для этого. Маше предваряет благословение коленом еще двумя пасуками, в которых объясняет значение Торы в связи ее с народом Израиля. И сказал Маше, значит, это уже благословение, значит, но перед этим Маше говорит, И сказал, Ашем из Синая пришел и засиял из Саира им, открылся с горы Паран и пришел из десятков тысяч выделенности. Справа у него огонь Торы для них. Вообще немножко странно. Мы этого раньше не знали, это действительно хидуш. Сказано, Ашем из Синая пришел, ну, это понятно, да? Намек на Синайское откровение. Ашем открылся нам у горы Синай и дал Тору. Но причем тут гора Сеир и засиял из Сеира им. И причем тут гора Паран открылся с горы Паран. Оказывается, речь идет вот о чем. Комментируют наши мудрецы. Что Тора, вообще говоря, исходно, она предлагалась Всевышним различным народам. И, в принципе, она могла бы быть дана сынам Исава, которые жили в Саире. Но мы помним историю, рассказыванную нам еще в книге Берешит, история там взаимоотношений Исава, Яакова. И, в общем, Исав отказался от следования семейной традиции. То есть, сыны Исава Тору не приняли. Теперь, Тора могла быть дана и сынам Ишмаэля, место обитания которых Паран, но они тоже отказались от получения Торы. Медраж говорит, что Всевышний предлагал, когда Тору их национальным ангелам, то есть, национальным элогимам, тем, кто управляет соответствующим народом, то они отказались, так как эти народы не обладают способностью воспринять и проявить единство качеств Творца и не верят в возможность шувы, то есть, исправления негативного прошлого. Значит, вот только народ Израиля оказался способным принять Тору, причем, как мы знаем, заканчивая изучение пятикнижия, что это получение Торы не было ни одномоментным, ни однозначным, что здесь была масса различных проблем, связанных с тем, что вроде бы и приняли, а тут же нарушили. И пришел из десятков тысяч выделенностей. Значит, это объяснение наших мудрецов такое, что когда Ашем открывался сынам Израиля у горы Синай, то он пришел с десятками, в сопровождении десятков тысяч малахов, представителей, ангелов, посланцев. И другое объяснение, что не только, значит, вот такой момент очень непростой, хотя мы все время говорим, Тора это наследие общины Яакова, Тора принадлежит народу Израиля, но на самом деле Тора имеет общий, не только национальный, но и общечеловеческий смысл. И в любом народе, независимо от своего этнического происхождения, человек может достичь уровня праведности. И если человек является представителем любого другого народа мира, для того, чтобы достичь уровня праведности, он не должен выполнять все 613 заповедей, которые даны еврейскому народу, для него достаточно выполнения 7 заповедей, так называемые 7 заповедей Ноаха, для того, чтобы подняться на уровень праведности. Так вот, эти десятки тысяч выделенности, это намек на тех праведников, которые могут быть и из народа Израиля, и не из народа в Израиле. И для них огонь Торы. А почему справа? Почему ни сверху, ни снизу, ни слева? Почему огонь Торы справа? Значит, несмотря на то, что Тора это огонь абсолютной правды, абсолютного суда и абсолютных категорий, что хорошо и что плохо, и иерархии этих категорий. Но цель дарования Торы и цель реализации Торы это милосердие. А правая сторона, вот, когда человек, да, смотрим на человека, так вот, правая рука, правая сторона отвечает за милосердие, левая рука, левая сторона отвечает за гвуру, за справедливость, за суд. Поэтому огонь Торы находится всегда со стороны милосердия. Несмотря на то, что любят народы, все выделенные его в руке твоей, и они поверглись к ноге твоей, вознесет изречений твоих. Значит, Всевышний любит и ценит все свои создания. Все народы земли, не бывает народа абсолютно хорошего, не бывает народа абсолютно плохого, все народы равнолюбимы Всевышним, и каждая личная, персональная, семейная, племенная судьба, она зависит только от личных собственных усилий. Если человек, семья, колено, племя, народ становятся на пути, на путь следования заповедям Всевышнего, значит, они выделяются, они в руке его, они продвигаются вверх. В противном случае результат прям противоположный. То есть, в руке Творца все, кто выполняет указания Творца. И поверглись к ноге Твоей, то есть, подчиняются Творцу и признают народ Творца Израиль, как народ, сохранивший, реализующий и передающий Тору. Вознесет из речений Твоих это индивидуальный праведник из народа в мир, тот, кто признает Творца Вселенной, он жаждет речений Творца, он жаждет, он стремится к Торе. И, значит, несмотря на то, что Тора имеет такой общечеловеческий характер, Тору приказал нам Маше наследие общины Яакова. Значит, Тора, как национальная конституция, дана только Израилю, так как она наследие общины Яакова, она является традицией народа, способного раскрыть единство всех качеств Ашем и верящего в возможность исправления всех ошибок. То есть, нигде и никогда мы не говорим, что мы идеальны, вот, знаете, такое очень примитивное понимание, вот, евреи, Богом избранный народ, заносятся, задирают нос и так далее. Ни в коем случае. Евреи народ избранный Всевышним для служения, избранный Всевышним для реализации Торы. И лучшая иллюстрация этого, наш ежегодний праздник Йом-Кипур, наш ежегодный период раскаяния, наши ежегодные постоянные усилия, направленные на исправление ошибок на индивидуальном, общинном и национальном уровне. «И был в Ешуруне царь, когда собрались главы народа вместе колено Израиля». Значит, это такой очень красивый поэтический оборот. «И был в Ешуруне царь, когда собрались главы народа вместе колено Израиля». Значит, мы помним, что Ешурун это третье имя, данное Израилю. Первое это община Яакова, Бней Яаков. Второе имя это Исраэль, и мы соответственно называемся Бней Исраэль, наша страна Эрец Исраэль, страна Израиля. И третье имя Ешурун, «Так вот, и был в Ешуруне царь, когда Всевышний давал Тору Ешуруну Израилю на горе Синай, он был их царем, нашим царем». Откуда это берется? Если мы вспомним обстановку получения Торы на Синае, помните, и голос Шафара сильный очень, и вот эти трубные звуки, огни, вот эта вся обстановка появления Всевышнего в облаке и дарования Торы, это похоже на выход царя, на торжественную коронацию царя. То есть в этот момент получения Торы Всевышний был царем Ешуруна, царем Израиля. Как царь дает свои указания подданным, так Всевышний дал нам свою Тору. Но мы помним, когда мы обсуждали это третье имя Израиля Ешурун, это намек на будущее. Ну, кто забыл, посмотрите книга Дворим, перик 32, посух 15. Так вот, это намек на постоянное царство Всевышнего верится с Раэль в том месте, где соберутся все главы и все колены Израиля. Так же, как они собрались у горы Синай в свое время, точно так же все соберутся в земле Израиля в Бейт Амигдеша. И отсюда мы делаем вывод, что целью одной из важнейших целей благословения Маше является выбор колена, в наделе которого будет построен храм в Эрец Исраэль. И в этом принципиальное отличие от благословения Яакова, которое мы изучали в книге Берешит, 49-й перик, там Яаков дальше я вам покажу эти благословения Яаков говоря о своих сыновьях определяет царское колено. Яаков уходит от старого традиционного принципа, что власть наследует первенец Яакова Реувен власть не наследует, среди сыновей Яакова властные полномочия достаются тому колену, руководитель которого Ягуда готов принимать на себя не просто почести связанные с властью, но и ответственность за национальное благополучие. это принимает на себя Ягуда и Ягуда становится царским коленом. А вот здесь сейчас в результате благословений Маше мы увидим как выбирается место для будущего строительства храма. то есть место, которое станет духовным центром Эрец Исраэль. Вот вся земля Израиля она начинается за рекой Иордан. Собственно государство Израиля начинается еще на восточном берегу Иордана. Но выбор места храма это выбор духовного центра. Это место откуда будет управляться вся страна. Это момент номер один. Момент номер два важнейший для благословения Маше. Значит сейчас начиная с момента благословения и дальше при завоевании земли Израиля каждому колену будет дан свой надел. этот надел будет особым для каждого колена. Правда говорят наши мудрецы что в наделе каждого колена присутствовали ландшафты всей страны Израиля понемножку. То есть был какой-то вот такой специфический ландшафт для данного колена. а были еще и маленькие участки ландшафтов для всей страны. Для того чтобы каждое колено не замыкалось в своем так сказать каждый кулик хвалит свое болото. Вот чтобы колено не замыкались на своей территории. Чтобы все время сохранялась вот такая общность национальная. Хотя у каждого колена есть свои особенности. И вообще говоря раскрытие индивидуальная реализация человека происходит на разных уровнях. Ну вообще говоря есть некие общенациональные качества. Или как говорят сейчас принято говорить особенности национальной ментальности. Я не очень понимаю этот термин, но тем не менее особенности национальной ментальности. Раскрытие может происходить на уровне племени колена. Качество колена скажем Леви и качество колена Ягуды и качество колена Йосефа это разные качества. Реализация может происходить на уровне семейном вспомним династии ремесленников династии ученых и так далее. И может наконец происходить на уровне индивидуальном. Так вот благословение Маше отмечает особенные качества каждого колена и распределение на дело в земле Израиля соответствовало качествам каждого колена для того чтобы каждое колено могло наиболее полным образом себя реализовать. Ну забегая вперед склонность Звулуна к дальним путешествиям из этого его надел это побережье Средиземного моря это удобная портовая гавань из которой корабли будут уходить в заморские плавы. Или там склонность колена к земледелическому труду это значит что его надел будет находиться в Галилее где наиболее плодородные почвы. Так вот говорят наши мудрецы что в эпоху Маше в эпоху полной реализации Торы в земле Израиля нам будут возвращены наши наделы. То есть каким-то невероятным образом каждый из нас вспомнит какому колену он принадлежит где находится надел этого колена более того где находится наследственное поле конкретной семьи которой принадлежит этот человек то есть мы вернемся не абстрактно в Эриц Исраэль даже те кто уже живут в Эриц Исраэль им предстоит еще вот такое вот некое изменение места жительства потому что каждый получит свой удел свой участок земли и этот участок земли совсем не случайен он наилучшим образом приспособлен для данного человека отвечает его качеством качеством его семьи и позволяют ему максимально реализовать все свои способности вот это нам еще предстоит окей значит итак начинаются благословения в этой таблице я сравниваю порядок и содержание благословений которое давал Яаков своим сыновьям и Маше коленом пожалуй сначала мы посмотрим вот на что смотрите как выглядит благословение у Яакова значит Яаков благословляет детей в порядке их рождения в основном значит первым благословляет Реувена потом Шимона Леви потом Ягуду это первые четверо сыновей от Леи потом рождаются сыновья от Билы служанки Рахель и вот Яаков благословляет но он их благословляет позже потом рождаются сыновья от Зилпы служанки Леи Яаков их благословляет позже а вот после четвертого Ягуды Яаков благословляет сына Леи из Звулуна сына Леи из Сахара да номером 4 и 5 потом он благословляет сыновей служанок да а потом он благословляет Йосефа и Беньем у Маше Реувена он благословляет первым отдавая дань тому что Реувен первенец Шимона Маше не благословляет вообще просто игнорирует благословение Шимона потом он благословляет Ягуду номером вторым потом Леви потом сыновей Рахеле Беньянина и Йосефа и соответственно Эфраем и Минаше мы помним да что сыновья Йосефа и Эфраем и Минаше образуют самостоятельные колена и дальше благословляет значит после этого пошло уже сыновья Леи и сыновья служанок то есть вот таким образом переставляется порядок благословений а теперь смотрим на их содержание значит то что Реувена благословляют первым это так сказать некая дань тому что он был первенец мы помним что уже Яаков лишает Реувена всякого преимущества перед братьями Реувен не будет не лидером национальным не лидером религиозным и то что его благословляют первым это некая сладкая оболочка для горькой пилюли вот мы тебя первым благословим но первым в дальнейшем тебе не быть твое колено не будет царское так вот что говорит Маше что говорит простите Яаков Реувен первенец мой ты сила моя и начаток мощи моей избыток достоинства и избыток могущества поспешен как вода не будешь преимуществовать потому что поднялся ты на ложе отца своего тогда сквернил ты поднявшегося на постель то есть вот история Реувена со служанкой значит потому что вот 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 Реувен сделал что-то не так и Яков лишает его преимущества благословение которое дает Маше колено Реувена гораздо более короткое и очень странное пусть будет жить Реувен и не умрет и не будут мертвые его числом что такое в чем дело и тут надо вспомнить историю сказать сильно предыдущих глав несколько разделов назад после победы над царями Башанскими Сихоном и Обом колено Реувена выбрало для жительства Зайордания то есть первое государство Израиля было образовано в Зайордании и мы помним что разрешив Реувену поселиться в Зайордании Маше требует чтобы военно обязанное колено Реувена мужи от 40 до 60 лет шли на завоевание Эрецкнан на завоевание земли которая будет принадлежать другим коленам поскольку весь народ Израиля победил царей Ога и Сихона но этими результатами победы воспользуются там два с половиной колена то военно обязанные Реувена обязаны воевать за территорию других колен и мы помним да что Реувен говорит да все мы идем на войну вот сейчас делаем города для жены детей наших где они смогут безопасно жить строим загоны для скота нашего который останется а сами вооруженные пойдем впереди народа Израиля на завоевание Эрецкна то есть Реувен готов сражаться и вот тут Маше проявляет милосердие он просит Всевышнего что вот эта военная самоотверженность колена Реувен не должна принести ему большие потери пусть будет жить Реувен и не умрет и не будут мертвые его числом то есть чтобы помните эту песню а еще тебя прошу я мой товарищ дорогой чтоб со скорой победой возвратился ты домой то есть Маше просит чтобы вот эта самоотверженность Реувена не стала его смирать приятным приговором дальше следующий то есть вот это некий реверанс в сторону Реувена да и Яков и Маше первым благословляют Реувена и надел Реувена не может служить местом постоянного присутствия Творца то есть надел Реувена не может быть местом строительства храма по двум причинам причина первая надел находится на краю Эриц Исраэля в Зайордане то есть конечно скажем колено Реувена или части колена Минаша которая тоже располагается в Зайордане храм посещение храма будет удобным а колено которые живут скажем на берегу Средиземного моря для них это место неудобно но и вторая причина более главная надел колено занятого выживанием занятого войной не может служить местом для постоянного присутствия Творца не подходит следующее благословение значит второе благословение Якова это благословение для Шимона и Леви Маше как я уже сказал не будет благословлять колено Шимона благословение Леви будет у Маше третьим а второе благословение Маше это благословение царского колена Яуды а это о Яуде и сказал услышь Ашем голос Яуды и к народу его приведи его руки его сражаются за него и помощью от врагов его будь значит Яуда царское колено его представители заслужили право лидерства способностью брать на себя общую израильскую ответственность берешит 44 перик но представители колена Яуды слишком часто будут заняты войной руки его сражаются за него ну например царь Давид который большую часть времени своего царствования провел в войнах за государство израиль и поэтому надел колено Яуды который находится на юге эрит израиль столица Яуды это хеврон значит это место не подходит для храма для бейта макдаша там нет покоя это скорее место военных крепостей следующее благословение значит второе благословение Якова это благословение Шимона и Леви а у Маше это третье благословение а Леви сказал тумим твои и урим твои для мужа милосердного твоего которого испытывал ты в Масе будешь ссориться с ним на водах Меримы значит ну это намек на то что колену Леви будут принадлежать все коины понятно да потомки Арона и главный коин то есть первосвященник в русском переводе который одевает на себя такую одежду нагрудник первосвященника хошин и туда вставляется тумим и урим имя всевышнего которое вкладывается в нагрудник главного коина для того чтобы нагрудник приобрел свойство такого гаджета если хотите по современному потому что камни нагрудника значит когда царь Израиля задавал первосвященнику вопрос ну например следует ли выходить на войну против такого-то царя первосвященник молился приносил жертвы задавал этот вопрос всевышнему и в нагруднике зажигались камни их было 12 и на камнях были выгравированы имена сыновей Яакова и вот в зависимости от того как зажигались камни по буквам читался ответ всевышнего то есть с точки зрения чисто утилитарной урим и тумим это значит принадлежность Хошена который был предназначен для прямого контакта со всевышним значит они предназначены для потомков Аарона то есть первосвященник может быть только из потомков Аарона который обладал безграничным милосердием так сказать вот устанавливающим мир в Израиле и Аарон собственно был главой колена Леви которого испытывал ты в Масе то есть Леви представители колена Леви и Аарон они во время испытания не жаловались вместе с остальными это шмот 17 перик и там где происходил вот спор у водной ривы когда Маше ударил по скале а Аарон вообще не сделал ничего и собственно комментаторы говорят что вот этот пасук можно понять еще так что будешь ссориться с ним на водах Мерива собственно я Маше ударил по скале а Аарон ничего плохого не сделал но тем не менее ты и ему не дал войти в землю Израиля ну мы с вами обсуждали что проблема ухода Аарона и ухода Маше это проблема транзита власти то что было хорошо для походного лагеря каким был стан Бне Исраэль от Египта до Иордана то уже не годится для организации национальной жизни в стране Израиля необходимо была смена руководства и дальше все это еще относится к колену Леви говорящий отцу своему матери своей не видел я его и братьев своих не узнал и сыновей своих не знал потому что хранили речение твое и союз твой будут хранить значит сыновья Леви они выступили ревнителями за Ашем в истории с золотым теленком и они наказывали активных участников служения золотому теленку невзирая на лица будут ли это твои друзья соседи родственники если человек активно участвовал в поклонении золотому теленку левиты его убивали так вот потому что хранили речение твое и союз твой будут хранить они были верны твоей торе верны во всех перипетиях сорокалетнего пути и они останутся всегда верными твоему союзу будут указывать суды твои Яакову и Тору твою Исраэлю положат воскурение в нос твой и всесожжение на жертвенник твой то есть сыны Леви расселившись по сорока восьми городам земли Кнаан будут судить и учить народ Торе мы уже с вами говорили о том что будут специальные города в земле Израиля где расселятся левиты у них нет своего надела они будут жить среди всех колен Израиля они будут участвовать в местных городских судах они будут учить народ Торе значит воскурение в нос твой то есть коэны которые будут совершать служение в храме коэны это тоже левиты они будут совершать воскурение на золотом жертвеннике которое дает особое благоухание к торот и это воскурение нейтрализует зло значит об этом в книге Шмот в 30-м перике подробно написано и колено леви нуждается в особом благословении потому что их служба будет в бейта мигдаше благослови ашем силу его и действия рук его возжелай сокруши поясницу встающих на него и ненавистники его пусть не встанут значит дело рук его это в первую очередь всесожжение на жертвенник то есть вот эти вот постоянные жертвоприношения на мисбехе это дело коэнов которые служат в храме и левитов которые им помогают сокруши поясницу встающих на него и ненавистники его пусть не встанут это намек на войны которыми руководили коэны династия хашманаим во времена праздника хануки которым пришлось воевать и против греков и к сожалению война эта была гражданская против ассимилированных евреев эллинизирована абиньямине сказал любимый ашем будет пребывать уверенно на нем покрывает его весь день и между плечами его пребывает любимый ашем то есть речь идет о том что ашем особо любим беньямином и будет пребывать уверенно на нем ашем поселится в наделе беньямина то есть именно надел беньямина предназначен для строительства храма и храмовая гора в Иерусалиме Гар-Абайт она относится к наделу колена беньямином значит особенность беньямина это особое спокойствие такое уверенное спокойствие проявленное им в истории борьбы между Йосефом и Игудой вся эта история описана в книге Берешит раздел Ваигаш когда Йосеф решил объяснить братьям что они были не вполне правы продавая брата в рабство ну и вот позиция занятая там беньямином его невмешательство спокойное эта позиция позволила враждующим братьям выяснить отношения поэтому беньямин это объединяющая колена заслуживает того чтобы в его наделе построить Бейтамикдаш покрывает его весь день то есть Всевышний окружает и защищает Беньямина и между плечами его поселился то есть Всевышний уже установил свое постоянное присутствие в наделе Беньямина в центре Эрец Кнаан между горами Ягуды на юге и Йосефа на севере Ну мы знаем мы об этом говорили когда комментировали книгу Берешет что гора моря она же гора храмовая Арабайт она была избрана еще в то время когда Авраам получил указание от Всевышнего о жертвоприношении Ицхака иди в землю в землю моря и принеси Ицхака в жертву всесожжения на месте которое я тебе укажу так вот согласно нашей традиции это место храмовая гора и место где Авраам построил жертвенник это кодыш кадашин Иерусалимского храма то есть то место которое сейчас прикрыто от птичек чтобы они не гадили на это место и вот это место сейчас прикрыто от птичек золотым куполом вот это место место жертвоприношения Ицхака место кодыш кадашин храма оно было выбрано заранее и оно относится к колену Беньямина а о Йосефе сказал благословенно Ашем страна его от сладости небес от росы и от бездны лежащей внизу надел Йосефа это северное царство Израиля это в первую очередь Галилея Южный Ливан относится к наделу Йосефа он благословен изобилием источников воды и умеренным климатом который способствует экономическому процветанию сам Йосеф как мы помним историю из книги Берешит обладал удивительным умением приносить благополучие и богатство так вот благословление земли Йосефа находит свое выражение в сладостях сладких плодах созревающих в результате влияния небесной росы и подземных источников то есть сладость небес от росы и от бездны лежащей внизу роса выпадает сверху источники бьют снизу и от сладости урожая солнце и от сладости урожая лун ну есть плоды которые для своего созревания нуждаются в солнце чем больше тем лучше и есть плоды которые нуждаются в свете луны и даже в некотором количестве отрицательных температур ну в частности да где сегодня в стране Израиля место произрастания яблок это голландские высоты почему а потому что зимой там бывает снег и холодно а для правильной вегетации яблонь необходимо определенное число дней с температурой близкой к нулю и отрицательной и от сладости урожая лун значит есть такие сельскохозяйственные растения которые напрямую связаны с луной ну в частности вот для меня это было удивительно но оказывается вполне соответствует еврейскому календарю когда происходит посадка плодов посадка растений у которых съедобная часть под землей то их нужно сажать на убывающей фазе луны скажем картошка морковка свекла у них съедобная часть подземная да вот их сажают на убывающей фазе луны а когда высаживают рассаду скажем огурцов помидоров то есть растения у которых съедобная часть сверху над землей Вот их надо сажать на возрастающей фазе. То есть современная наука, она признает, что есть плоды, которые связаны именно с действием Луны и от сладости урожая Луны. И от главы гор древних, и от сладости холмов вечных. Благословение Йосефа, оно обеспечивается наличием и высоких гор, и невысоких таких плавных холмов. И от сладости земли, и наполнения ее, и желания, пребывавшего в терновом кусте, придут на голову Йосефа и на череп, выделенного из братьев своих. То есть в наделе Йосефа есть плодородные долины, и от сладости земли и наполнения его. И благословение Йосефа будет желанным для Ашем, который открылся Маше в терновом кусте. Помните книга «Шмот», «Третий перик», «Терновый куст», который горит и не сгорает. Значит, желание пребывавшего в терновом кусте. И придут на голову Йосефа, все эти благословения сбудутся у его потомков. Именно выделенность и особенность Йосефа на череп, выделенного из братьев своих, сделала его нелюбимым для братьев. Поэтому его надел, кроме временного мешкана в шило, шило находится в наделе Йосефа, оно не будет местом Бейта Мигдаша. Потому что нехорошо ставить Бейта Мигдаш там, где был конфликт братьев. Ну и Маше сравнивает колено Йосефа и Фраема и Минаша с мощным и воинственным быком. «Первенец быка его, великолепие его, и рога Реема, рога его, именно роды забодает, вместе края земли, и они десятки тысячи Фраема, и они тысячи Минаше». Ну, не очень понятное слово Реем – это некое достаточно крупное животное с рогами. Ну, сегодня мы не очень понимаем, кто это. Может быть антилопа, может быть какой-то козерог, горный козел. Но, тем не менее, это вот некое животное с большими рогами, именно своими рогами он побеждает. Значит, во времена Йошуа, который принадлежит колену Йосефа, мы завоевали Эрец Кнаан. И вот имя народа забодает, это намек на то, что лидер из колена Йосефа победит семь народов, заселявших землю Кнаан. Значит, десятки тысяч Фраема и тысячи Минаше, есть два объяснения. Одно плохое, другое хорошее. Начну с плохого. Говорят, что десятки тысяч Фраема – это погибшие при завоевании Эрец Исраэль под руководством Йошуа бин Нуна из колена Фраема. Он, как настоящий еврейский военачальник, и сам вступал в бой, и воины его колена воевали впереди вместе с ним. А тысячи Минаше – это убитые во времена войны под предварительством судьи Гидона. Это эпоха судей. И судья Гидон, он тоже был из колена Минаше. Но есть другое, более гуманное объяснение, что десятки тысяч Фраема и тысячи Минаше – это просто указание на то, что колено Ефраема будет более многочисленным, чем колено Минаше. Потому что так их благословил Яаков Берешит, 48-19 по сути. Помните историю, как Яаков клал руки свои на головы внуков своих и благословлял их как своих детей. Так, ну, самое интересное мы будем говорить в следующий раз о нефтяных месторождениях в Израиле. Но это уже в следующий раз. А сейчас какие ко мне есть вопросы? Слушаю внимательно. И до свидания. До следующего вторника. Окей. Всем счастливо и до свидания. Мы приближаемся к окончанию этого очень большого курса. Комментарии Турамицы Йонг и Технижи, Хумашу. Соответственно, когда дойдем с Божьей помощью до конца, мы определимся, что будем делать дальше. Да, и кстати, еще последнее объявление. Да, пожалуйста. Еще у нас впереди есть по программе три лекции. Значит, для того, чтобы кончить раздел Зота Браха, ну, одно из двух. Или я его смогу кончить на следующей лекции, или возьмет еще две. В любом случае, еще одна или две лекции у нас останутся в запасе. Пожалуйста, в следующий раз сформулируйте, какие разделы Туры вам бы хотелось еще раз обсудить. К чему бы вам хотелось вернуться, чтобы вот все возможное время встреч использовать. Я готов подготовиться и ответить на те вопросы, которые вас заинтересуют. Можете мне об этом написать среди недели. Вот как мы используем время после завершения главы Зота Браха. Все. Всем спасибо. Окей. Всем счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok